Это видео не обзор складного смартфона Galaxy Fold. И знаете что? Это проблема смартфона, потому что он виртуален, он практически не существует. Никто, кроме как со сцены, его никогда не видел. И это лишь одна из проблем, которые существуют у данного смартфона. Вы смотрите Droid Show, с вами Барен Леденский. Сегодня поговорим о том, почему складной смартфон Samsung это пазл из самых разных косяков. Погнали! Сразу оговорюсь, что мне нравится концепция смартфона, которая превращается в планшет. Это та магия, которую мы любим и ждем от технологий. Мне нравится эта концепция, но в теории, на практике Samsung показал нам нечто очень странное. Итак, проблема номер один. Ужасный экран. Да-да, ужасный экран. С каждым годом нашим смартфонам нужны дисплеи еще больше, говорит нам Samsung. И поэтому основной дисплей, тот самый, который спереди, у Galaxy Fold имеет диагональ 4,6 так их дюйма. Впрочем, это несколько больше, чем, скажем, у iPhone SE. А посмотрите на эти прекрасные рамки вокруг него. Они настолько толстые, что на них может поместиться твоя мамаша. Samsung называет сложенное устройство удобным и компактным. Но выглядит оно, как Nokia из 2005 года. Это сейчас в эру борьбы за безрамочность. Проблема номер два. Очень странная конструкция. Согласимся, ладно, складной дисплей это интересно. Но зачем смартфону два дисплея? Это уже прям крипово. Я понимаю, что сделать дисплей, складывающийся не внутрь, а снаружи, наверное, технически почти невозможно. Но, блин, не говоря уж о том, что это, в принципе, громоздкая и нестабильная конструкция. Galaxy Fold это, в принципе, один большой перебор во всем. Кроме двух дисплеев у смартфона шесть камер. Шесть. Три сзади основные. Две для селфи в разложенном виде. И еще одна для селфи в сложенном. What? Ладно, в защиту смартфона скажу, что сканер отпечатка пальца, расположенный в кнопке включения сбоку, это, пожалуй, правильно. Потому что непонятно, в каком формате ты будешь разблокировать устройство. И это единственный вариант, чтобы не вставлять датчики под каждый дисплей, подобно камерам. При этом в корпусе не нашлось места джеку для наушников. Но в нем все равно есть какое-то странное отверстие. Вот тут внизу. Что это за штука? Решетка радиатора? Более того, с конструкцией есть еще одна проблема. Посмотрите на смартфон вот с такого нижнего ракурса. Видите? Проблема в том, что в сложном состоянии между половинками смартфона возникает зазор. Ну почти в сантиметр толщиной. То есть это смартфон, который в сложном состоянии выглядит примерно так. Смартфон с щелью за 2000 долларов. Очень удобно лежит в руке, как говорит нам Samsung. Кстати, обратите внимание, что на презентации Samsung старательно избегает таких ракурсов. Во время демо на сцене его разложили вообще всего один раз. Но в промо-ролике этот ракурс мелькает. Лайк, подписка, колокольчик за наблюдательность. Проблема номер три. Как я уже говорил, смартфон виртуален. Никто вживую его не видел. Сочетаем все публичные появления девайса. Первый тизер где-то в декабре. И презентация со сцен на этой неделе. Сложный образец в руках руководителя Samsung и небольшое демо на столе. Все. Забавно, что даже сейчас финальная версия Galaxy Fold все еще выглядит как технический прототип. Сколько рабочих аппаратов существует и что с ними не так, если их до сих пор не показывают журналистам? Многие верят, что девайс будет доступен на стенде Samsung на выставке MWC 2018 сейчас в Барселоне. Но по моей информации, к сожалению, смартфон на выставке показывать не будут. Очень надеюсь, что я окажусь неправ и мы сможем снять живое видео, но вряд ли. Продажи назначены аж на 26 апреля. То есть еще два месяца Samsung что-то будет допиливать. И тут вы скажете, ну чувак, камон, наверное, софт под такое нетипичное железо еще надо довести до ума, дай им время. Поговорим про софт. Проблема номер 4. Адаптация приложений. С внутренним раскладным дисплеем все тоже не очень в порядке. Его диагональ 7,3 дюйма, а соотношение сторон примерно 1,4 к 1. То есть это еще более квадратный дисплей, чем, скажем, 3 к 2. Я уж не говорю про стрёмный вырез для двух камер в правом верхнем углу. Поэтому адаптация приложений под такой нестандартный экран это вообще-то большой вопрос. Да, в архитектуру андроида заложено то, что любое современное приложение будет более-менее адекватно выглядеть на любом экране. И это безумно круто в андроиде. Но блин, представьте инстаграм на таком почти квадратном экране. И я уж не говорю про игры, которые в большинстве своем, скорее всего, не будут растягиваться. Ну, кроме какого-нибудь асфальта, с которым договорились. И уж особенно круто будут смотреться фильмы в популярных форматах 18 на 9 или того круче 2.35. Покажите формат 2.35, пожалуйста. Но тут Samsung придумал хитрый обманный ход для нас. Собственно, как один из главных ништяков заявляется многооконный режим аж на целых три приложения в экране одновременно. Кстати, за возможность такого спасибо 7-минометровому Snapdragon 855 и особенно 12 гигам оперативной памяти. К слову, хранилище тут на 512 гигов памяти, что, в общем, тоже хорошо. Должен сказать, на демо во время презентации все это выглядело и работало достаточно плавно. За это хвала. В этом плане Samsung молодцы. Но кто и зачем будет пользоваться многоконным режимом на три приложения в почти квадратном дисплее, мне лично не ясно. Я сам на 11-дюймовом iPad иногда пользуюсь двумя окнами. Но и то, если подключена клавиатура. Также я бы опасался за время жизни девайса, так как экран у него как у планшета, а батарейка как у смартфона. Ну, у большого смартфона, надо сказать, на 4500 мАч. Интересно, насколько будет хватать. Для адекватной работы и переключения между экранами, внутренним и внешним, придумали любопытную штуку, которая называется App Continuity. Это если ты смотришь пост ВК на маленьком основном экранчике. Да, снова вспомним про этого малыша. Можно развернуть Galaxy Fold, чтобы продолжить просмотр поста на большом внутреннем экранчике. Или просто можно купить смартфон с нормальным дисплеем втрое дешевле. Ах да, цена. Проблема номер пять. Если верить Samsung, а почему бы, собственно, ему не верить, всего в этом году будет выпущен 1 миллион устройств. Что, как мне кажется, весьма оптимистично со стороны компании. Учитывая то, что стоимость Galaxy Fold будет начинаться от 1980 долларов. Ну, то есть, это будет где-то в районе 150-160 тысяч рублей по-нашему, мне кажется. Понятно, что цена обусловлена тем, что технология гибких дисплеев до конца еще не обкатана. Объем производства не такой большой, как у обычных матриц. Но, блин, 2000 баксов. Ну, что тут скажешь. Всем бы столько веры в свое детище, сколько есть у маркетологов Samsung. Я говорю именно про веру, а не про логику сейчас. И теперь мы переходим к главному вопросу. А что это было? Понятно, что Galaxy Fold это прежде всего пиар-проект. Все издания мира рассказали и написали про первый в мире сгибающийся смартфон. И это нормально так и должно быть. Но самое скверное, что, скорее всего, Samsung на голубом глазу продолжит нас убеждать, что Fold это очень круто. Устроит в апреле пышную презентацию, назовет звезд, заплатит блогерам, чтобы хвалили. И компания хочет подсаживать пользователей на такой опыт, на такие устройства, чтобы они требовали подобного, скажем, от Apple. И уже Apple пришлось бы заказывать подобный дисплей у Samsung. Наверное, для кого-то я сейчас выгляжу как хейтер первого iPhone в 2007 году. А где у него кнопочки? А почему без 3G? А как же без стилуса? Но знаете что? В каком-то смысле, во многих смыслах, Galaxy Fold это круто. То есть смотри, что происходит. Практически все, кто участвует в проекте, относятся к нему очень серьезно. Команда Android, который обычно очень вяло и медленно реагирует на инновации производителей смартфонов, в этом году совместно работает с Samsung над адаптацией операционки под такие сложные гибкие экраны, два экрана, сложные форматы. Даже Apple патентует гибкие устройства и не исключено, что собирается делать о них ставку в будущем. Ну, либо это хитрый, очень хитрый развод Самсунга. Xiaomi тоже недавно показала свой прототип. В общем, очевидно, что лидеры рынка очень-очень верят в такой форм фактов. И повторюсь, мне кажется, классной идеей гибридного смартфона-планшета в теории. Если исправят хотя бы те проблемы, о которых мы говорили сегодня, у этого есть шанс. Понятно, что взрывать гибкие смартфоны, если будут, то уж точно не в этом году. Но с чего-то надо начинать, и в этом смысле Samsung за смелость получает свою заслуженную печеньку. Ну, а мы с вами получаем классный задел на 2019 год и огромное поле для технологических холиваров. А также начало выставки МВЦ в Барселоне, так что не пропускайте новые видосы у нас на канале. Подписывайтесь, жмите лайк, жмите на колокольчик. У нас впереди стримы, свежие ролики прямо с конференции. Много-много всего интересного. Увидимся совсем скоро. С вами был Борян Иденский, это Дроидер. До встречи в будущем. Продолжение следует...